Здравствуйте, дорогие ребята! В эфире передача «Жемчужина». Приветствует вас ваша Ирина. Прошу вас, друзья, не пропустите эту передачу. История, которую вы сейчас услышите, может показаться вам невероятной, но это сверхъестественное чудо было на самом деле. Об этой сенсации писали в газете «Комсомольской правды». Уже была весна. Снег остался только в глубоких ложбинках и под густыми кустами. Даже почки начали набухать. И вдруг снова ударил мороз. В народе в этих случаях говорят, зима не хочет уступать лету. Мало того, что мороз ударил, еще и сугробы намело. Да какие! Взрослые, глядя на это, качали головами. А дети были в настоящем восторге. Они не могли дождаться, когда закончатся уроки. И вот когда кончились занятия, они стремглав помчались домой, бросали рюкзаки, хватали санки, лыжи и неслись на горки. Вася тоже бежал домой, не разбирая дороги. Дома у него была сейчас одна бабушка. Родители работали, а старший брат Илья еще не вернулся из школы. Ба, я не хочу есть. Нисколечко. Дай чуть-чуть второго. Да ты сначала дело сделай, а потом все остальное. Делу время. Потехе час. Ну, бабуля, только на часик. Видишь, какое яркое солнце. Снег сегодня или завтра растает. Бабуля. И правда, этот нежданный снег на миг. А потом весело понесется в реки до озера. Ладно, будь по-твоему. Бабушка, я же знал, ты у меня золотая. Вася схватил лыжи и полетел. Толя ждал Васю своего дома. Завидев его издалека, побежал ему навстречу. Через пятнадцать минут ребята были у горки. А горка была что надо. Высокая, крутая, с трамплином. Друзьям открылось потрясающее зрелище. Горка визжала, кричала, стонала, хохотала, свистела. Она жила стремительной жизнью. У мальчишек от радости захватило дух. Они стали взбираться на горку. Лыжи несли в руках. Уж больно горка была крутая. На самой вершине Вася стал первым. Толя вторым. Вася оттолкнулся. Толя за ним и понеслось. Страх, восторг, ужас, торжество, удаль. Все эти чувства слились в одно. Горка сдалась. Горка была повержена на обе лопатки. Время не замечалось. Свою легкую курточку Вася расстегнул. В одном кармане шарф, а в другом шапка. Пар стоял над горкой. Детям было жарко. В самый разгар этого веселья за Толей пришли и позвали его домой. А Вася решил еще разочек спуститься и тоже идти домой, тем более, что пообещал бабушке. Последний раз он забрался на вершину. Оттолкнулся. Лыжи летели вниз. Вот трамплин. И... Вася оказался в сугробе и без лыж. Когда он встал на ноги и отряхнулся, то увидел, что лыжи разъехались в разные стороны. Он добрел до одной лыжи и пошел за другой. Вторая лыжа умчалась очень далеко, к самому забору огорода Степановых. Вася, утопая в сугробах, добрался до лыжи. И вот ему осталось только протянуть руку. Как вдруг случилось непредвиденное. Из-под ног ушла земля. Он куда-то полетел. Затем пробил тяжестью своего тела лед и ушел под воду. Когда он вынурнул из воды, он не сразу понял, где оказался. Но через мгновение он с ужасом осознал, что попал в глубокий колодец. Вася стоял по грудь в ледяной воде. В полумраке он попытался взобраться на лед, который покрывал воду по бокам колодца. Но лед ломался. Тогда он пробовал залезть на выступ. Все обледенело. Было скользко. Не за что ухватиться. Он порывался найти выход. Но выхода не было. Все было бесполезно. Он ослаб. Обессилел. А между тем дома страшно волновалась его бабушка. Ведь прошло уже полтора часа после ухода Васи. Через два часа пришел старший брат Илья. Бабушка бросилась к нему. Ильюша! Василий-то! Василий обещался через час прийти. А вот уже два часа прошло. А где он? На какой-то горке. И зачем я его пустила? Зачем? А на какой горке-то? А я знаю. Столий куда-то отправился. Ну, ладно. Сейчас он у меня сколопочет. Илья ушел искать брата. А бабушка не находила себе места. И тут она обратилась к Богу с молитвой. А в это время обвеселивший Вася попробовал кричать, звать на помощь. Но вместо голоса из его горла слышался только хрип. И он замолчал. На него навалились мрачные мысли. Он никогда отсюда не выберется. Его никогда не найдут, потому что этот колодец уж больно далеко от горки. Хотелось плакать, но слезы не лились. А может, он их просто не ощущал. Сначала его тело ужасно болело. Даже как будто ножами его резали. Но теперь он его не чувствовал. И тут внезапно одна мысль пронзила его, как молния. Молитва. Когда Васе было пять-шесть лет, ему снились очень страшные сны. Тогда бабушка научила его господней молитве. И когда с ним случались эти сны, он молился. Продолжалось это с полгода. А потом эти ужасные сны оставили его навсегда. Вот и теперь мрак и смерть нависли над ним. Молитва. Вася зашептал. Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, Но избавь нас от лукавого. Аминь. Он заканчивал и снова начинал. Заканчивал и опять начинал. И уже перестали шевелиться его губы. Но глубоко в душе звучали слова молитвы. Он делал огромные усилия, чтобы удержаться за нить молитвы. Но силы уходили. Он изнемог. Голова опустилась на грудь. Но в сердце звучала молитва. Вот уже и родители Васи пришли с работы И застали молящуюся бабушку на коленях и всю в слезах. Илья ушел искать Васю. И вот его самого нету два часа. Ой, что я натворила? Родители кинулись на поиски своих сыновей. А Василий стоял заледеневший в глубоком колодце. Сердце его чуть-чуть билось. Но повторяла, повторяла молитву. Вдруг мрак в колодце озарился светом. Этот свет разгорался и вскоре заполнил весь колодец. Вася поднял вверх голову и увидел незнакомого человека. Неизвестный заговорил с ним. Вася, не бойся. Ты не умрешь. Тебя давно ищут. Тебя спасут. Не бойся. Мне теперь не страшно с вами. Вы не оставите меня, правда? Не оставите? Нет, не оставлю. У тебя будет все отлично. Ты будешь жить очень хорошо с твоими родителями, с братом, с бабушкой. Спасибо, дяденька. А как вас зовут? Ты только потерпи. Скоро, скоро тебя найдут. Незнакомец так и не назвал своего имени, но успокаивал, утешал Васю, умиротворял. Уже стало темнеть. Вся деревня поднялась на ноги. Искали Васю. Обезумевшие родители с Ильей и другими односельчанами безуспешно обшарили все горки и решили вернуться на горку Степановых, с которой катались Вася с Толей, обследовать метр за метром. Но и в этот раз не нашли ничего. Наступила ночь. Решили пойти за фонарями. Навстречу им бежала Степанова и кричала. Голоса, голоса! Я слышу голоса! Там, за огородом! Остановились, прислушались, доносились голоса. Целый хор неразборчивых, непонятных голосов. Степанова схватилась за голову. Горе! Колодец! Открытый колодец! Беда! Не закрыл! Выкопал и не закрыл! Все устремились на голоса. Ну вот, Вася, нашли тебя. До свидания. Незнакомец исчез. И в тот же миг исчез свет. Ну а дальше? Дальше. Сообща вытащили Васю. Быстро внесли в дом. Положили на кровать. Это был кусок льда. Руки, ноги задервенели. Не двигались. Он был весь белый. Даже черные зрачки побелели. Поднесли карту зеркала. Дышит. Начали растирать Васю. Вливать в рот теплый чай. Вызвали скорую помощь. У его родных надежда сменялась отчаянием. Через час приехала скорая помощь. Васю перенесли в машину. Родители поехали вместе с ним и слышали, как врач скорой помощи давал распоряжение по рации в детскую областную больницу. Срочно готовьте место в реанимации. Готовьте операционную. Вызывайте хирурга. Кровь. Васю положили в реанимационный отдел под капельницу. Мама сидела около него. Пока врачи хлопотали, готовясь к операции, Вася открыл глаза и сразу же вспомнил свет и все слова, сказанные неизвестным дяденькой. И сразу же снова в сердце вспыхнула молитва. Вася улыбнулся. Здравствуй, мама. У мамы перехватило дыхание. Она ничего не ответила сыну. Сбежались врачи. Они начали расспрашивать пострадавшего, как все случилось. Вася со всеми подробностями все рассказал от начала и до конца. Его осматривали, прослушивали, обследовали с помощью современной точной аппаратуры. И удивительно, ничего не обнаружили. Ничегошеньки. Не нашли никаких нарушений, никаких отклонений. Врачи были потрясены, озадачены, ошеломлены. Некоторые говорили, это невозможно. Пять часов в ледяной воде он должен был через полчаса умереть. Но у него никакого обморожения, нет внутреннего кровотечения, ни травмы печени, ни отека легких. Кто-то из них заметил. А может быть, все-таки молитва? Да. Врачи забыли, что Вася им рассказал. Что он непрерывно читал «Отче наш». И о ярком свете, заполнявшем колодец. И о неизвестном дяденьке, который утешал его и был с ним до тех пор, пока его не нашли. Но врачи почему-то не придали этому значения. Они упустили это. Забыли. Молитва? Кто его знает? Может быть, отозвался кто-то. Но мы с вами, ребята, точно знаем, что наш Господь услышал молитву Василия и вышел ему навстречу. Он послал ему ангела. Он спас и исцелил его совершенно. Слава! Слава великому и чудному Богу! Слава великому и чудному Богу!